Книга «Открытым оком», первый том, вопрос 547, тема взаимоотношения. Почему великие люди были в основном мужчины, а не женщины? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин, Экклесиаст 7, 28. Чего еще искала душа моя, и я не нашел? Мужчину одного из тысячи я нашел, а женщину между всеми ими не нашел. Женская природа более слабая и наклонная ко греху, и требует большего внимания и расходов в деле воспитания, содержания, спасения. И хотя, Галатам 3, 28, нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужеского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе. Но, однако, и в новозаветной церкви в табеле о рангах женщина вторична, и так будет всегда на этом белом свете. Среди двенадцати апостолов не было ни одной женщины. 1 Тимофею 2, 11, 12. Жена да учится в безмолвии, со всякою покорностью, а учить жене не позволяю, не властвовать над мужем, но быть в безмолвии. 1 Коринфянам 14, 34. Жены ваши в церквах да молчат, ибо не позволено им говорить, а быть в подчинении, как и закон говорит. Это Божие установление, и противящиеся ему женщины сами на себя навлекают погибель. Ей вверено великое дело рождения и воспитания детей. 1 Тимофею 2, 15. Впрочем, спасется через чадородие, если пребудет в вере и любви, и в святости с целомудрием. 1 Тимофею 2, 15. Истинных подвижниц на бытовом уровне, подвиг которых превышает подвиг великих канонизированных святых. Они втайне на кухне, с пеленками. Таких скрытых святых Господь показывал лишь в исключительных случаях, как Ефрему Сирину. В действительности может оказаться в соотношении спасенных как раз в обратном порядке. 8 к 1. Действительно, Соломон не нашел из женщин ни одной, хотя в этой области был большим специалистом. Но что он искал в них? Веры, святости, послушания? Он искал красоту плотскую. И часто среди язычников, что видно из того, что он, Сираха 47, 22, 23, наклонил чресла твои к женщинам и поработился им телом твоим. Ты положил пятно на славу твою и осквернил семя твое так, что навел гнев на детей твоих, и они горько оплакивали твое безумие, что власть разделилась надвое, и от Ефрема произошло непокорное царство. Продолжение следует...